всем привет меня зовут олег вы на канале рандом game и мы продолжаем проходить игру мэдов медан так но я продолжаю играть сразу же как эту серию записал чечку хлебну в общем мы на чем остановились мы остановились на шторме нас накинула на корабль на этот из первой серии из пролога второй мировой где призраки всех убили нас схватили не то ли пираты то ли рыбаки непонятно ладно давайте продолжим посмотрим сюжет вроде потихоньку идет потихоньку помаленьку и чё я заметил просто я не понимаю почему его так и никто не нашел и почему он не затонул даже столько времени все-таки прошло что-то посеяла что-то посеяла чё посеяла пойдем заберем да что-то посеяла ты чё одноглазый жмот сука ты тот маленько неудобно что камера ну как бы типа сама живет настраиваться вот на это ночью поменяла свое положение ты меняешь положение джойстик сразу стика него давницкий маленькая как его intel down принципе был да как во всех таких играх денег ёпта мать денег ты же самыми светил что это о чёрт ну крысы эту мать чего-то боишься ты что-то не французы а тату хи у них какие-то общие типа самуанские или что-то типа того Или я чё-то не понимаю Эй, тут совсем темно Дай фонарик Спасибо Черт возьми, что это за место Покинутый корабль Согласно нашим наблюдениям, это какой-то корабль И он заброшен, поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль Да ты прям гений Книгу потом напишешь Да ладно, Флиз, полегче Не заброшенный, а мертвый скорее Нельзя просто сидеть Нужен план Да Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля Да ты чё, герой ебать нашёлся Ага, это ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну Мы уже пытались сбежать И по-моему, нихрена не вышло А потому что один качок Чмошник Без неё мы никуда не уплывём Так, окей, а что это крышка трамблёра? Представь, что говоришь с тем, кто вообще не разбирается в яхтах Крышка трамблёра служит для распределения высокого напряжения по цилиндрам, которые потом... Я понял, которая на свечах такая штука Без неё Дюков Милан не поплывёт На свечах, которая даёт зажигание Маньчжурское золото или что ещё там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу Нам надо придумать, как отсюда свалить Даёт зажигание на свете Что, в свою очередь, даёт зажигание по топливу И в свою очередь движет Да, яхту Сомничил, блядь Я хотел сказать Я, наверное, всё неправильно понял Не поняла В общем, я Несколько Поторопился с выводами Решил, что ты типа Заодно с этими уродами Или там Но я Дураку Ясно, что это не так Они обошлись с тобой ничуть не лучше Так что Да Хочешь, переведу? Он извиняется Ну, я Ладно Извинения эти поприняты Окей Окей Оки-доки Стоять Что случилось? Эмм Жёсткое убыство 1947 года Археологи пропали в Ираке 24 перетанских археолога пропали без вести в Ираке Ты заебал передевать? Что-то мелким шрифтом Не перебивай Да пошла ты, сука, корова Даже прочитать не дают Ну, ты сука Очочки Очень Очень жутко Ну, босс Что будем делать? Даже думать не хочу Что эти парни с нами сделают Эй, вам скоро может подвернуться Как думаешь, что это за корабль? Так Мисс ДЖ Риви Ривера Вот это Так Квартал 2 Кресец Принкс Привет, куколка Я так по тебе скучаю Мне ещё 3 месяца до отпуска И я сразу же отправлюсь прямиком к твоим объятиям 3 месяца И я был с ребятами в увольнении на берег Выпил там немного пива Ты Но ты не волнуйся Я думаю только о тебе Если понимаешь, о чём я Как там работа? Надеюсь, твой босс тебя не донимает Я знаю, что мы можем о себе позаботиться Но всё равно жаль Что я так далеко и не могу тебя защитить Круто Я умру не где-нибудь там А на корабле призраки Пока я стою в карауле В карауле в тюрьмах Тут тюрьмы есть Только и делаю, что размышляю Внизу темно и страшно Другие парни видели, как вокруг кто-то бродит Но ты всегда в моём сердце и бережёшь меня Скоро я приеду Найду работу механикам И тогда мы сможем пожениться И завести твоих детей Двоих детей Твоих, блять Мы будем счастливы вместе Вечно Очень тебя люблю Целую, Миллер Занимательно Не завели детей По крайней мере ты Картина, стоп Почему это сорвали со стены? Покажи, это же картина Должно Привиденье, блять Быть Нет Сука Кидалова Тюрьмы Или тюрьмы Я чё-то не понял Мне показалось тюрьмы 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 Присонные? Мы в письме? Серьезно. У нас будет речей, если вы будете верить. И если вы делаете что я вам даю, что я вам даю. Есть что-то, что здесь. Я не знаю, это место. Ольсен. Мы должны только лезть, и мы находимся в этот рафио-плодок, который влюблен на смерть. И мы у нас присонные. Это все, что это будет слишком далеко. Короче, они хотели просто их грабануть на бабки. Вот он баблом светил, они его просто хотели грабануть, все что есть, забрать и уплыть. Двое против уже начинают залупаться на капитана. Радуюсь жизни, Конрад. Пока еще могу. Кстати, я нашел письмо. Парень писал домой про призраков на корабле и прочую хрень. Призрак? Ну, да, то есть тут нет призраков. Так? Надеюсь, призраков мы не встретим. И без них забот хватает. Знать бы, какой у Рыбаков план. А, эти болваны, наверное, хотят разбогатеть. Ищут маньчжурское золото. Которого, может, и нет. Что, если они его не найдут? Мы в жопе. Ну, что делаем? Ну, огорчение, провокация. У нас есть два варианта. Или сбежать, или остаться и драться. Как-то так. Лучше бы тайком сбежать. Но... Я не знаю как. Так, здесь мы ничего сделать не сможем. Будем дальше осматриваться и искать выход. Ладно, да. До скорого. Да, я вроде как уже все почти осмотрел. Но вот этот угол еще и все. А, нашел. Заебись. Типа, интелляционная шахта? Я тут кое-что нашел. Сука! Сука! Да, еще какая. Так, нет, газетку я читал. Ну, так снимай, ебаный тигр. Ты ж тут самый здоровый зацебал ты. Но очками я точно ничего не сниму. Да, не ссы. По крайней мере, мы успели выпить до того, как началась вся эта фигня. Че-то козлов не видать. Иди-ка, посмотри. Че, ла? Иду. Че нашел? Че нашел, все мое. Ну как? Не могу открыть. Эй, сюда. Если откроем, свобода. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Ага, вот заодно бы и выяснили. Мне выбить решетку? Ну, конечно, альфа-самец. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Да, ладно. Конрад, за дело. И вот так, блядь, видите, сбитый, но все еще пизды получит. Не, зачем подпирать? Тогда мы точно спалимся, чтобы мы ссыпались. А хотя бы время будет до того, как они узнают, что мы ушли. Эй, да, вы, Джон и Сильвер, и хреновый, чем вы там занимаетесь? Разрази меня гром, угрозы вы. Разрази меня гром. Да, я крючу вам в жопу. Я крючу вам в жопу. Да, вы, я сейчас поджибаю с ваших плеч пиратских пупкаев и сварю из них разноцветный суп. Я крючу вам в жопу. Принапреляю. Я гражданин Америки. Хотите, чтобы мой президент не был за вас арестовывать? Пошел ты! Он ведь придет за каждым. Лично, собственной персоной. Эй, слышишь меня, сучок? С тобой говорю. Алло! Скорее. Двигай, ну. Опа, красиво. Я крючу вам в жопу. А здесь что? Я это уже слышал. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Давай, это комната, смотрим. Вот что-то лежит. Вообще, по сути, мы ищем картины. Нам нужны картины в любом случае. Помогут они или нет, это уже другой вопрос. Да ты дурак. Всем членам экипажа правила не надо. Да срать не на эти правила. Все равно уже всем на срать на правила. Все, кто подчинялся этим правилам, уж давно отдыхает. О, что-то тут. Труханы. Раскрыто тайно вонючих носков и грязных трусов. Типа стер... Блять. Скримеры ебаные. Типа стиралки, да, че-то? Прочечная каньте. Ну и че, тут вообще ничего нету, серьезно? Один вонючий скример и все. Зачем эта комната нужна? Вообще бесполезно. Ну иди. Опа! Стоять. Стоять, блять. Там точно кто-то был. Интересно, куда все подевались. Там должны быть десятки людей, сотни. Уж мурашки, блять, побежали, серьезно? Оставим здесь все свои вещи? Да, это было стремно. А где же стрелочка, вы здесь? Типа карта, ну че-то как это говеная карта, а че по ней ничего не понятно. Тупо корабль нарисовал. Да-да-да, назад вернись, ты может там че-нибудь это было за этой хуйней. Нет, не было. Ну иди ты. Стоять. Тут еще свет есть на корабле, серьезно? Смотри. В сорок седьмом году он здесь, это, с сорок седьмого года болтыхается, до сих пор свет есть. Что? О, вот это да, умели раньше делать, вот сука. Там что-то лежит. Кто-то на очке прямо письмо писал, сидел. Эйлен Рид, милая Эйли, я направляюсь домой. Я наконец-то направляюсь домой. По-моему, мы услышали об этом еще несколько дней назад, но я хотел знать наверняка, прежде чем писать тебе, вот и все. Радость моя, последний поход через тихие океаны. Я снова буду с тобой и девочками. Скорей бы вас всех увидеть, скажи Джулии и Несси. Пусть радуются уже, скоро приедет папа, и у него для всех вас подарки. Я перед отплытием сходил на рынок и купил там разные отличные вещи, которые у нас не достать. Я очень рад, что снова в море. На суше тут жар... На шо? Чего? На суше тут жарче, чем в Оклахоме летом. И спрятаться от жары некуда. У меня все нормально, я знаю. Я... Блять, откуда эти слова? Беру их тут даже не... Я ведь получаю твои письма. Они придают мне силу. Вот некоторые ребята... Ребятам приходится туго. Вы помните насрать? И насрать мне окажется. Бедолага уже спятил от долгого похода. Его надо было отправить домой. Но он не набрал очков для демобилизации, я знаю. Действительно пугает меня. Он продолжает говорить мне, что на корабле есть маленький мальчик, который каждый раз ведет его в трюм, а потом убегает. Зайца у нас тут быть не может. Сейчас, когда война закончилась, наш оперотдел бдит как никогда. Этот кусок, наверное, вычеркнет цензура, но все же вот до чего может довести человека такая служба на железе. Мне пора, милая, снаружи. Какие-то беспорядки обычно это значит, что в ближайшее время я буду сильно занят. Скоро напишу тебе. Целую, Роберт. Не написал. Так, ну одного мы призрака уже увидели, ставим плюсик. Мне кажется, игра местами пикселится почему-то. Вот реально она прямо пикселится. Ты слышал? Если ты имеешь в виду зловещие звуки, нет, не слышал. Нет, слышал. Как слышал? Что-то двигалось? Да, такой звук, когда что-то двигается. А ничего, босиком ходят по железному кораблю? Серьезно? Я так испугалась. Ноги охуевают. Я с тобой. Бля, надо было прямо пройтись, я не знал, что нам именно сюда надо. Я хотел все осмотреть, ну ладно. Она реально пикселится. Сука, она реально пикселится, серьезно. Это что за халтура, блядь, в девятнадцатом году? Куда они все подевались? Может они прячутся в трюме, хотят устроить нам сюрприз? Черепок. Ой, пойми, крысины какой-то, да? Кто-то на черепушку играл. Уже ставить было нечего. Пошел крысу заебашку. Ёб твою мать, играю на череп. Хе-хе. Ой, мама. Нет, читать я это не буду. Ну его нахуй. Слишком много неженужной информации. И отсюда. Слишком уж и много. Мы куда вообще идем-то? Куда глаза глядят или что? Еще просадки, серьезно? Ты охуел что ли или что? О, картина. Ага. Тигры и баши, ты балом об какое-то это окошко. Ладно, запомнили. Одноглазый опять. Опять видение одноглазой. Ты как впереди оказался? Ты же сзади был. Ты что? Он привидение? По-моему, внизу что-то движется. Фонарь-то выключи, придурок. Да. Там кто-то есть. Тщ. Ну-ка, тихо все. Это этот одноглазый, да? Да, одноглазый вроде. Да, он. Такое ощущение, что это приманка. О! Это же наша крышка трамплера. Уверена? Да, уверена. Пульсор! Я схожу за ней. Нельзя торопиться. Вдруг заподняли. Ну, как-то он ее поставил прямо в центр этой комнаты. Нахуя он ее туда вообще поставил. Не, ну это как-то, это подозрительно. А обратно как полезешь? Сначала нам надо все обдумать. Боже, да подожди ты. Должь все снизайте тогда. Твою мать! Прячьтесь. Не, ну надо было предупредить же. Что-то болтик там так показали отчетливо. Что-то с ним еще будет с этим болтиком, блядь. Или гаечка, что там было, непонятно. Проклятье, пись у них! Заткнись ты! Где остальные? Ахуя она так побежала за этой крышкой? Продолжайся, я знаю что-то, что случилось. Ты крик! Ты девушка! Я хочу знать, где они остальные. Какие-то лица заглажала, расширились, блядь. Ахуя, вот гаечка. Это привидение. Фу, ты на веру, ты милый. Давай, идем за ними. Окей, пошли. В чем был смысл, блядь? Зачем ты побежала за этой крышкой? Нельзя подходить близко. Надо было просто переждать день за углом, посидеть, а не бы ушли из этой комнаты и забрать спокойно крышку. Зачем торопиться, ёб твою мать? Что за люди, сука? Никакого, никакой, блядь, терпимости нет. Ну подожди ты еще минутку, посиди ты, сука, за этой коробкой, потом подойди спокойно забери. Зачем ты, сука, несешься, когда там в этой же комнате, вот они за углом прямо рядом с тобой ходят два придурка пиратских. Ой, блядь, слышал? Не смешно. Я что за тигры играю, что ли? Я не хочу, он мне не нравится. Уйдите быстрее. Что тут творится? Я хуй его знаю. Погоди, мы здесь уже были? Нет. А, по-моему, не были мы тут. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Да не были, иди ты нахуй. Это кухня, мы не были на кухне не раз, ты что, совсем суебанутая, что ли? Хорош, поехал. Иди вам, похавай лучше. Суп дежурный, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Да ладно, расслабься. Я просто пошутил. Что за предъявы-то, я не вожу нас по кругу, ты что? Сейчас я тут зашариваю все сначала, потом пойдем дальше. Эй, сегодня по графику мясная запеканка. А, вкусно. Да неинтересно. Какой-то момент, время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Там ничего нету? Да я посмотрим. Вон что-то лежит. Ножик. Ножик, бери ножик. Эй, осторожней. Сейчас не время херней страдать. Кухер, но я может выйти компенсация для этих уроков. Да ладно, что, может пригодится. Конечно, понадобится, вы что, совсем ебнутые. Ножик нужен. Страдать херней. А что, дура? А еще один человек, который меня бесит в этой игре. Всем какая-то еванутая хуйня какой-то несет. То, говорит, мы были здесь уже, когда мы на кухне вообще ни разу не были. В глаза ее не видели. Да же мимо не проходили. То, говорит, ножик, бери нашел. Она говорит, херней страдаешь. Что, совсем дура? А это еще что за место? Думаю, это правильно. Столовка, еб твою мать, ты че? Ой, картина висит, стопэ. Кухня, а рядом столовая. Это логично, еб твою мать. Стоять, нахуй. Кто-то зарежет очкарика. Какой-то коричневые куртки, какая-то непонятная хрень. Окей, запомнили. Стоп. Что-то не так. Что? Что? Здесь кто-то есть. Был ведь, ну, какой-то звук. Ладно, пошли дальше. Я точно что-то видела. Движение какое-то. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной. Ох, я спокоен, сука, ты тупая. Я, я, я буду молчать, нахуй. Вот она будет что-то спрашивать. Я буду молчать. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Да ничего мы не видели, сука. У нас нет выбора. Надо идти туда. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях? Не моя тема. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти флис. Отлично. Так чего же мы тут торчим? А вот и дымок этот, который из ящиков вырвался. Обалдеть. Вот жесть. Это вообще... Кто? Это хоть человек? Что это за чертовщина? Не знаю. Давайте другие откроем. Короче. Валим. Все, уходим. Ты чего паникуешь-то? Заткнись, еб твою мать. Ты дезморалишь всю команду. Эй. Тут имя написано. И что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле признаков. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Ты какая-то вообще, блядь, неадекватная. Посмотри. Похож на детский. Не хочу. Пошли отсюда. Да. Может, это малыш Дракула? А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны, и... Потом они все нападают на Конрада, и съедают его. Конец. Так это, может, их не призраки? Детский гробик, там был ребенок. И еще других. Зачем забирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Но чем не способ разорвать отношения? Может быть. Вот этот дымок вырвался и, типа, вернул призраков к жизни, типа... Или что-то, типа, того. Бля. Что там? Смотри. Скремота. Серьезно? Ты что, меня пугаешь? Может, просто уйдем? В смысле, ваза там башка была? Бред какой-то. Галюны пошли. Может, тут и нет никаких призраков? Просто от этого, от этого, дымка всем, это галюки ловят, и сердечко останавливается, типа. Джу, так быстро, как могу. Откуда этот звук? Да, я говорю, галюки. Какой звук? Нет никаких призраков в этой игре, короче. Просто галюны. Это вас накрыло просто, я тебе говорю. Вон, трупики двухголовые. Твою мать! Да, я же говорил. Я серьезно, я на пределе. Эй, мужик. Черт, какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? А я еще хочу тыкнуть. Не, это галюны, серьезно. Галюки ловят от этого дыма. Он видит, она не видит. Аспирин. Если здесь и есть лекарь. Аспирин. Конрад, выпей сразу две... Эй, где он? Эээ, к другому специалисту? А, кстати, где Конрад? Не, серьезно. Куда он делся? Он не входил в эту комнату. Конрад. Ты где, сука? Ну нет, это уже все. Это здесь гробики. Не, что-то хуйня какая-то. Такое ощущение, что меня на яблевает. Ладно, пойдем. Элладин, иди быстрее. Почему ты не идешь быстрее? Сука. Тика. Ладно, пойдем дальше. Может, он вперед ушел, но я не видел. Он шел сзади, насколько я помню. Нет, подожди, нам не надо в ту дверь. Да не знаю, я уже искал. Но решил проветриться? Конрад! Парнишку бросили прямо во время операции. Посмотрим. Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно. А потом... Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет. Нет, но я понял, что он умер от инфаркта. Это что? Он умер от испуга? Да. Жуть какая. Ебаня, он вообще обосрался. Фига, скручил. Ладно, пойдем дальше. Че у нас там по времени-то? Еще маленько можно, да? Куни. Куни! Куни! Куни, черт, да где же ты? Где Конрад? Наверное, ушел вперед. Куни! Эй, Конрад! Черт, куда он делся? Ой, бля. Ребята, пиздец. Мужик с кувалдой. Ну или Галюн с кувалдой. Ну, в любом случае, вы испугаетесь так, что аж сдохнете. Так что, это смертельно опасно, как ни глянь. Прорисовка вообще страдает. Детализация. И пиксельность это меня заебало временами. Куда мы идем? Не твое дело. Все, ладно, давайте на этом закончим нашу сегодняшнюю серию, потому что... Потому что... Потому что это затянется опять на целый час, как предыдущая. Так что лучше сейчас закончить, а потом продолжить, да? В принципе, минут 40 уже снимаю, нормально будет. Ладно, всем спасибо, что досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok